9 февраля в Десногорске проходил финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кайсбаскет». Соревнования проходили в рамках проекта развития молодежного баскетбольного движения, инициированного руководством САЭС при поддержке властей региона и города Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». Игры проходили в течение всего дня. На трибунах собралось много болельщиков. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кайсбаскет» – самый массовый турнир в стране. Он проводится в нашем городе уже в четвертый раз. И лучшим подарком стал матч друзей актеров фильма «Движение вверх». В показательной игре помимо актеров приняли участие олимпийские чемпионки, мастера спорта, десногорские тренеры по баскетболу и дети. Очень понравилось играть в одной команде с профессиональными игроками, с актерами фильма очень классового, очень интересного. В целом, очень понравилось, и ждем в следующем году еще такую игру. В программе праздника было много конкурсов и спортивных танцев. Актеры фильма «Движение вверх» приняли участие в награждении победителей и поделились своими впечатлениями о Десногорске. Очень хорошие, положительные, позитивные эмоции, очень гостеприимные люди здесь живут, очень добрые и очень приятно, что в таком маленьком городе так встречают. Это классно, очень приятно. Я в восторге от того, как нас здесь приняли, насколько здесь активны, в первую очередь, детки, насколько они заряжают свои энергии. Мне кажется, что только в таком городе, где есть атомная электростанция, у людей может быть столько энергии, жизнерадостности, поэтому один сплошной восторг. Я очень радуюсь за деток, которые вот сейчас играют и могут насладиться этой атмосферой. Это действительно здорово. В итоге упорной и напряженной борьбы первое и второе место среди девушек завоевали команды «Смоленска». Третье место – команда третьей школы «Десногорска». Данила Евгеньевич Томиловский, наш тренер. Мы уже занимаемся около четырех лет, и мы долго шли к этому мероприятию, чтобы хотя бы занять пьедестальное место, и мы этого добились. И мы очень рады. Среди юношей первое и второе место у команд из «Смоленска» – бронза у «Росгавля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова